Друзья, всем привет! Это Тревел Мания с вами. И сегодня мы хотим сравнить для вас два самых популярных курорта, а именно Гоа и Муйне. Начнем. Перелет. Лететь в Гоа где-то примерно 7 часов. Прямо в самом штате Гоа есть аэропорт Дабалим. И оттуда вы можете доехать до любого городка в штате Гоа, в котором вы, собственно, хотите отдохнуть. На общественном транспорте или на такси. Лететь, как я уже сказала, 7 часов. А стоимость перелета из Гоа в Москву составляет около 27 тысяч рублей. Также вы можете долететь до Нью-Дели из Москвы. И из Нью-Дели на поезде в течение где-то 20 часов доехать за 2,5 тысячи рупий до вокзала Гоа. В Муйне же история немного другая. Для того, чтобы добраться до Муйне, вам нужно будет долететь через Китай аж до самого Вьетнама. До города Хо Ши Мин или до города Ни Чанг. Займет это, скорее всего, у вас от 9 до 9,5 часов. Затем от города Хо Ши Мин или Ни Чанг вам нужно будет отправиться на маршрутке или на шаттл-басе до Муйне. Займет у вас это около 3,5 часов. Стоимость такого перелета около 32 тысяч рублей. Так как лететь в Муйне дольше и билет стоит дороже, в этой категории звездочку свою мы отдаем в Гоа. Климат. И в Муйне, и в Гоа, в общем-то, одинаковый климат. Комфортная температура от 28 до 32 градусов тепла. Вода колеблется от 24 до 28 градусов, поэтому здесь всем будет комфортно. Звездочку получает и Гоа, и Муйне. Пляжи. Гоа это знаменитый приморский курортный штат. И поэтому на протяжении всего Гоа вы можете увидеть широкий, шикарный, отличный пляж. Он будет достаточно чистый, с широкой песчаной полосой, с маленькими волнами. То есть комфортно для всех категорий путешественников, даже для людей с маленькими детьми. И отличаются эти пляжи, в общем-то, только названием. Северо на юг они называются. Арамболь, Морджи, Мандрам, Анджуна и так далее. В Муйне же ситуация другая. Муйне достаточно узкий пляж, особенно в прилив, который поделен между кайт-школами и различными отелями и резортами. Конечно, пляж общий, но все же вам придется потесниться. Кроме того, там достаточно опасно из-за огромного количества учеников в кайт-школах. Также есть второй пляж. Он называется Малибу. Находится он в 8 километрах от главного пляжа. И, в общем-то, он достаточно дикий. Здесь всего несколько резортов, не так много кайтеров. И, в общем-то, очень комфортно здесь можно расположиться. Единственный минус этого пляжа, что здесь очень большие волны. На главном пляже также очень сильное течение. Там волны поменьше, чем в Малибу. Но течение сносит прямо вас на заходе. Поэтому людям с маленькими детьми будет не очень комфортно. Поэтому звездочку мы отдаем Гоа. Море. Что мы можем сказать о море? Начнем с Гоа. В Гоа море достаточно спокойное, гладкое, чистое. Оно теплое в самый пик сезона. Это декабрь, январь. И практически горячее где-то в марте и апреле. Саша, например, в таком горячем море купаться уже не хочет. А мне очень нравится. Да, я люблю воду попрохладнее. Например, как в Муйне. В Муйне вода где-то от 23 до 27 градусов. В зависимости от сезона. Но здесь сильная прибойная волна, а соответственно и течение. Достаточно сложно зайти в такую воду. Но при всем при этом на пляже Малибу купаться можно. И достаточно комфортно. Очередную звездочку получает Гоа. Еда. Мы вегетарианцы. И поэтому в Гоа, который является частью Индии, для нас просто рай. Потому что индийская кухня, она вся построена на вегетарианской еде. Там мы можем открыть меню в любом кафе и найти для себя просто сотни различных блюд. А также индийская кухня изобилует различными специями. Поэтому, если вы любите специи, для вас в Гоа место просто идеальное. Любителям мяса и морепродуктов тоже найдется, что скушать. Морепродуктов в Гоа на самом деле очень много. Но не так много, как в Муйне. В Муйне этого просто завались, извините за выражение. Муйне, крокодилы, угри, осьминоги. Все, что хотите. Но мы это не едим. К сожалению, вегетарианцам в Муйне придется достаточно туго. Здесь есть стандартный набор блюд, типа рис с овощами, лапша с овощами, блинчик. Но не более того. Вегетарианцам здесь будет трудно. А людям, которые любят морепродукты и мясо, здесь будет просто рай. За это звезду получают и Муйне, и Гоа. Поэтому, если вы вегетарианец и хотите хорошо отдохнуть в Муйне, приготовьтесь к похудению. Проживание. В Гоа основной тип проживания это проживание в гестхаусах, гостевых домах и хацах. Также там есть и дорогие хорошие гостиницы. Но у индейцев достаточно своеобразное понимание комфорта. Поэтому вполне возможно, что даже заплатив большие деньги должного уровня сервиса, вы не получите. В Муйне же другая история. Вы всегда получите здесь чистое постельное белье, полотенце, ванные принадлежности. Здесь даже в самом дешевом гестхаусе будет это все чистое. Понимаете, чистое, по-настоящему чистое. Но, конечно же, здесь есть и дорогие отели. Действительно, с хорошим уровнем обслуживания. Действительно, с высоким качеством выдрессированности персонала. И поэтому, приезжая в Муйне в любой тип гостиницы или гестхауса, вы, в общем-то, будете жить в комфорте. По пункту проживания нашу звездочку получает Муйне. Итак, цены. Средняя стоимость комнаты в гестхаусе в Го будет составлять примерно 8 долларов в день. Также, если вы захотите остаться здесь подольше, вы можете снять большой дом с тремя спальнями примерно за 500 долларов в месяц. Мотобайк, который очень-очень важен и нужен в Го, потому что на нем очень удобно передвигаться, будет стоить примерно полтора доллара в день. А бензин стоит 1 доллар за литр. Что касается еды, в Го на завтрак вы будете тратить примерно 2,5-3 доллара. На обед и ужин чуть побольше, 3-5 долларов. Но, конечно же, это средняя цена на еду. Наверное, вы можете в дорогих гостиницах найти и более дорогие места, и, конечно, в локалках кушать практически бесплатно. Чуть ли там не за 1-1,5 доллара за один прием пищи. Обычно те, кто живут долго в Го, именно так и питаются. В Муйне, кстати, тоже есть такие места. Здесь спокойно можно питаться на 2-3 доллара за прием пищи. Но обычные рестораны, которые находятся в курортной зоне Муйне, будут брать вас от 5 до 8 долларов за один прием пищи. На самом деле, в Муйне уровень качества еды и его стоимость совершенно непропорциональны. Что касается жилья, в Муйне комната в гестхаусе обойдется вам 10-12 долларов в день. Это будет хорошая чистая комната где-нибудь в районе основного курорта. Большой же дом можно снять где-то за 600-700 долларов в месяц. Это чуть-чуть дороже, чем в Го. Вам, конечно, понадобится байк для того, чтобы перемещаться. Хотя бы для того, чтобы приехать на Малибу, вам понадобится байк. Поэтому вам придется выделить еще 5 долларов на байк в день. Как мы видим, в Муйне вам понадобится больше долларов. Поэтому звезду опять получает Го. Кстати, в Го очень много комнат в гестхаусах с кухней. Поэтому вы можете покупать прекрасную местную еду, свежие овощи и фрукты и готовить дома. Еще и экономя при этом на еде. В Муйне также можно покупать овощи и готовить их дома. Но специального места у вас не будет. Здесь очень много людей продают свои аэрогрили, свою посуду, свои сковородки. Поэтому, приехав в Муйне надолго, вы можете покупать это все прямо здесь. БУ с рук в ВКонтакте в группе барахолка Муйне. Спорт. Го – основной спорт, если его, конечно же, можно так назвать. Ведь это целая философия. Это йога. Вы выходите на пляж в любое время дня и видите просто десятки человек, которые занимаются физическими упражнениями из этой знаменитой философии. Также в Гоа немножечко распространен парапланиризм. Там есть такая небольшая гора на территории Арамболис, в которой люди прыгают на параплане. А в Муйне, конечно же, для спортсменов раздолье. В первую очередь, чем тут занимаются все, так это кайтинг. Если вы попали в Муйне случайно и еще не катаетесь на кайте, обязательно вставайте на кайт. А войдется вам это около 300 долларов, но это действительно того стоит. Вы освоите новый спорт всего лишь за 5 часов. Если вы захотите продвинутый курс, это будет стоить 450 долларов и 10 часов. Но это действительно того стоит. Кайтингом здесь занимаются практически все, от мала до велика. Дети стоят 4 года, вдумайтесь, 4 года уже на кайт. А верхнего предела просто не существует. Это потрясающий спорт, который не требует огромной физической нагрузки и в то же время позволяет вам принимать участие в физических действиях. Также здесь, конечно, занимаются всеми водными видами спорта. Это серфинг, видсерфинг, как я уже сказал, кайтинг и другие виды спорта. Здесь даже есть скайджеты, на которых можно покататься, если можно назвать это спортом. Но вообще Муйне был изначально кайтерской столицей в Азии. Наряду с Кабарете в Доминикане или Тарифе в Испании Муйне до сих пор остается столицей кайтинга в Азии. Понимаете? Сюда люди едут со всего мира, поэтому здесь такой микс народу. И здесь действительно можно посвечать разных очень интересных людей. Только на поприще кайтинга. Поэтому, если вы хотите быть такими же, как они, классным, модным и веселым, занимайтесь кайтингами. Да, так как йогой можно заниматься и в Муйне, а пространства для всего остального спорта очевидно больше, в этот раз звездочку наконец-то получает Муйне. Поговорим о народе, который живет в Гоа и в Муйне. То есть об индийцах и вьетнамцах. Индийцы это такие очень интересные, такие своеобразные люди. Они нам всегда чем-то напоминали детей. Они такие очень искренние, открытые, очень активные, старательные такие. Они могут как некое чудо сделать такое, как, например, уступить вам в поезде место, когда вы не купили билет, а они купили. Также индийцы являются очень консервативными людьми. Так, например, вы можете увидеть, как в состоятельной семье женщина стирает руками белье, разбрасывая вокруг пену, выливая воду, потому что просто они хотят все делать по-старому. Они не хотят покупать стиральную машинку. Или, например, овсяную кашу они вам могут приготовить так, как будто бы это какой-то дал. То есть посолить ее, насыпать туда значительную порцию карри и потом искренне удивляться, почему же вы такие недовольные, почему вы не кушаете их шедевр кулинарный. Надо признать, что индийцы это, конечно, мастера на все руки. Да, индийцы в поле могут починить любую маршрутку, любой автобус. Может быть, поэтому автобусы у них ездят, наверное, лет по сто. Зачем покупать новый автобус, если можно его постоянно просто ремонтировать? Это, мне кажется, даже интересно. Это философия Генри Форда. Да. Также индийцы очень дружелюбные, открытые. То есть, если у вас есть какая-то проблема, они вам обязательно постараются всеми силами помочь. Если у вас есть какая-нибудь интересная штучка с собой, например, кайт, они обязательно обступят вас целой толпой, будут смотреть, обсуждать, трогать и вас, и кайт, фотографироваться с вами на каждом шагу, даже если у вас нет кайта. Просто потому, что им вот так вот все в мире интересно. Очень яркий народ. Вьетнамцы же немножечко другие. Они азиаты буддийского склада. Они более сдержанные, более холодные, они более расчетливые, и по ним это видно. Но при всем при этом это достаточно открытый и добрый народ. Если индийцы подбегут вам и сами начнут вам навязывать помощь, то вьетнамцы придется попросить. А судя по всему, вьетнамцы не такие умелые. Конечно, чинить они свои вещи тоже умеют, но не настолько. Здесь таких старых автобусов мы просто не видели. Также вьетнамцы, как и все азиаты, наверное, они достаточно спокойные, они достаточно умиротворенные, в них есть какая-то природная гармония, что ли. Но зато, когда они выпьют, они становятся классическими пьяными людьми. А как они любят петь караоке! Тут караоке поют просто на каждом шагу. Все? Да. Каких людей вы хотите видеть рядом с вами, это, наверное, дело вкуса и характера каждого отдельного человека. Поэтому в этом пункте звездочка у нас получает и мы, и гоа. Контингент. В гоа мы жили в городке под названием Арамболь. Арамболь это такое очень классное место, в котором вы можете почувствовать себя в 60-х, 70-х годах. Там очень много таких современных хиппи людей, увлекающихся различной такой этнической музыкой, йогой, медитацией, какими-то духовными практиками. Это будут, скорее всего, какие-то ищущие люди. Также мне очень нравится, как одеваются европейцы в гоа. Там есть такой стиль, который называется боко-чик. Ну, это такой хиппи-шик, очень красивый, интересный, этнический, с сережками, длинными платьями. Какие шикарные штаны Аладдина продаются там для мужчин. Соответственно, все одеваются очень-очень здорово и необычно. Еще в Арамболе редко можно встретить мужчину без бороды. Там все вот такие вот бородатые. Очень много людей, похожих на Исуса. У них такие же прически, длинные волосы, немножечко усы и бороды. Поэтому контингент, конечно, очень-очень интересный. Но это то, что касается Арамболя. Есть в Го, Кандалим и другие курорты, которые находятся на юге этого прекрасного штата. Там вы можете встретить таких более стандартных людей, которых вы, скорее всего, видели, если когда-нибудь отдыхали в Турции или Египте. Ну, а Муйне, конечно же, вам напомнит на турецкую набережную. В Турции и Египте таких людей абсолютное большинство, как и здесь. Друзья, Турцию и Египет закрыли, так, в общем-то, теперь можно приезжать во Вьетнам, например, в Муйне. Ну, ну, как-то вот так вот. Я не был, конечно, на российском юге, но думаю, что примерно так же там. Муйне стала просто меккой стандартного пакетного туриста. Без обид. Но здесь такое количество людей, которых никогда не встретишь ни в Индии, ни где-либо в другом месте. Сюда люди приезжают по путевкам, привозят их чартерами в Ничанг. И поэтому людей, которые приехали просто полежать на пляже и расслабиться, намного больше, чем людей, ищущих что-либо и погружающихся в культуру. Да, эти люди могут съездить пару раз на экскурсии, пару раз сходить куда-нибудь на занятия кайдингом, но не более. Их интересует, в общем-то, только отдых. Ну, понять их тоже можно. С нашим климатом, конечно, нужно отдыхать. Это точно. Но интересных людей, которые что-либо ищут, которые имеют какой-то опыт путешествий, здесь значительно меньше. Их можно встретить только, если вы будете тусоваться и бывать в специальных местах. И будете, конечно же, открыты душой и сердцем, чтобы общаться, знакомиться, особенно с теми, кто здесь живет долго. Вот мы таких людей встретили, нам очень повезло. И мы очень рады, на самом деле, что мы приехали в Муйне и познакомились с такими замечательными людьми. Ну и, конечно, здесь совершенно особенная кайтерская тусовка, особенно на Малибу, где мало учеников и много людей, которые катаются уже долго. Здесь абсолютно все напоминает фильм «На гребни волны», если вы помните. Ну вот один в один просто. Днем ребята и девчата собираются, катаются, наслаждаются общением, общаются друг с другом, знакомятся. А вечером начинается музыка, танцы. Очень здорово здесь, расслаблено и всем рады. Если вы катаетесь на кайте или учитесь, или вообще расположены для того, чтобы общаться весело, без какого-то занудства, без высокомерия и глупостей, welcome! Здесь вам всегда будут рады. По-моему, ситуация сложная. Кому же нам отдавать звездочку? Может быть, отдадим ее обоим курортам? Да, я совершенно согласна. Так что, наверное, в этом конкурсе у нас выигрывает и го, и мыне. Язык. У Индии, как у страны, есть такое прекрасное качество. Там одним из государственных языков является английский, потому что индийцы все в разных штатах, в разных народностях говорят на разных наречиях, поэтому их всех объединяет английский. Поэтому, если вы знаете английский, в го у вас никаких проблем не будет. Английский понимают все, от мала до велика, поэтому проблем с пониманием у вас точно не будет. Но тут есть важный пункт, вы сами должны знать английский. А еще это особенный, специфический английский. Его называют хинглиш. Да, это точно. Это смесь хинди с английским. Иногда индийцы тоже уже говорят по-русски, так как они пытаются подстроиться конкретно к тому, что они живут в Гоа, а Гоа является очень популярным курортом среди русских. Поэтому даже в некоторых ресторанах вы можете найти меню на русском. Да, во многих ресторанах вы можете найти меню на русских, но во многих это не во всех. В Муене вы найдете меню на русском во всех ресторанах. И точка. Во всех. Потому что они говорят на русском сами, как будто ты приезжаешь к курорту Краснодарского края. Здесь действительно популярен русский язык настолько, что вывески чаще встречаются на русском, нежели на английском или вьетнамском. Если вы знаете английский и уверенно едете в Муене, постойте, возьмите русский словарик. Потому что на английском вас здесь не поймут. Вас не поймут здесь и с гугл-переводчиком на вьетнамский, и на английском. Не поймут. Говорите по-русски. В Муене вьетнамцы говорят по-русски. И это, наверное, очень удобно для русского человека. Так как у нас русский блок, я думаю, что мы отдадим звездочку Муене. Давайте. В этом конкурсе звездочку получает Муене. Еее. Теперь мы расскажем о стране в целом. Стране, в которой находится Го, то есть Индия, и стране, в которой находится Муене, то есть Фитнам. Начнем с Индии. Индия – это, конечно, очень разнообразная страна. Вы можете посмотреть все наши 17 видео об Индии. И хотя бы, чтобы капельку понять атмосферу этого удивительного места. Она очень разнообразная. Она включает в себя весь мир. Культура индийцев – это древнейшая вообще мировая культура. Также она интересна своим климатом. Вы можете найти на юге просто страшную жару невыносимую. А на севере в это время вы можете кататься на сноуборде. Мы даже встречали ребят, которые возили помимо кайтов с собой сноуборды. Индия действительно неописуемая. Вы можете туда поехать, но поехать вам нужно именно туда с открытым сердцем. Потому что действительно есть такие вещи, которые очень многих людей отвращают. Многие говорят, что там грязно, пахнет. Или индийцы слишком надоедливые люди. Но на самом деле, если вы сможете закрыть на это глаза, вы просто вскроете такую сокровищницу мировую, мировых знаний, мировых учений, и, конечно, когда вы приезжаете в Индию, вы не можете не задаться вопросами такими, как «Кто я?», «Зачем я здесь?», «Кто это вообще спрашивает?» и так далее. Почему все это происходит? Да, почему все это происходит? Конечно, такого ощущения, самоощущения, которое вы испытываете в Индии, вы никогда и ни в одной стране мира не почувствуете. Это действительно духовная колыбель нашей планеты. Поэтому поезжайте туда сами, либо смотрите наше видео об Индии, чтобы чуть-чуть погрузиться в это удивительное место. Ну, а Вьетнам немножечко другой. Вьетнам, он имеет тоже уже многовековую историю. Здесь очень много было конфликтов за эту территорию. Вьеты ее честно отвоевали и живут здесь уже достаточно давно. Но здесь развито достаточно хорошее отношение к природе, хорошее отношение к людям, между людьми. Напомню, что вьетнамцев 93 миллиона на такой территории живут. Это очень много. И тем не менее они уживаются. И, в общем-то, здесь чувствуешь себя комфортно. Здесь чисто, здесь достаточно свободно. Здесь хорошие дороги, здесь хорошая инфраструктура. В общем-то, здесь также есть и море, и горы. И поэтому Вьетнам тоже очень особенный, имеет свой колорит, свою культуру и глубокую историю. Конечно, мне кажется, что если вы любите такой более комфортный, привычный отдых, чтобы ничего такого, никаких экстремумов в вашем путешествии не было, вы, наверное, выберете Вьетнам. Но мы любим всегда что-то новенькое, впитывать в себя, удивляться и изучать мир со всех его сторон. Поэтому для нас, наверное, звездочку получает Индия. Большое спасибо вам за просмотр. Мы надеемся, что это видео было для вас полезным. И не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и написать свои комментарии и мысли внизу, потому что нам они очень важны. Это правда. А также подписывайтесь на наш инстаграм travel.mania.youtube. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!